Девушки отдыхают Моисея жаждала понять себя и свою связь с Творцом. В дни Моисея Творца знали как Бога праотцов или Бога Авраама, но имени у Божественного Творческого Присутствия как такового не было. И вот однажды Моисей, простой бедный пастух, увидел неопалимую купину, куст, объятый пламенем, но не сгоравший. Он услышал голос, который повелел ему пойти к фараону Рамзесу и потребовать освобождения израильских рабов. На вопрос Моисея, как сказать, кто послал его, Бог ответил, «Я есмь то, что я есмь». Впервые в истории у Бога появилось имя. Вооруженный силой имени Бога, «Я есмь то, что я есмь», Моисей совершил ряд величайших библейских чудес. Религиозные властители, осознавая колоссальную силу имени Бога, объявили его произнесение величайшим богохульством. Поэтому его сила осталась нереализованной, ложно истолкованной и неправильно понятой. Моисей так и не дошел до земли обетованной. И кот, который мог бы высвободить огромную силу имени Бога и дать свободу всему человечеству, был утрачен. Кот, способный дать свободу всему человечеству. Это может показаться невозможным, но в тот день Моисей узнал от Бога нечто такое, что изменило мир. На самом деле мы до сих пор говорим о чудесах, которые он совершил. Имя, которое Бог дал Моисею «Я есмь то, что я есмь», содержало простой кот. Кот, раскрывавший истинную силу и значение этих слов. Но потом на имя Бога был наложен запрет, и иногда его произнесение даже каралось смертью. Поэтому кот был утрачен. Кот — это система букв, цифр или символов, которые позволяют преобразовывать зашифрованную информацию в обычные слова. Если бы кот Моисей мог высвободить силу имени Бога в наши дни, смогли бы мы творить чудеса, как Моисей, три с половиной тысячи лет назад? Впервые всемирно известные ученые, психологи и философы открывают нам код Моисея и говорят, как с помощью его энергии можно изменить свою жизнь. Сегодня мы обладаем силой уничтожить мир в несколько раз, но код Моисея высвобождает силу другого рода, силу, способную создавать миры и помочь нам осуществить свое индивидуальное и коллективное предназначение. Удивительно, но код Моисея гораздо проще, чем можно представить. Большинство из нас говорили, что данное Моисею имя звучит как «Я есмь то, что я есмь». Оно непонятно, если не знаешь код. На самом деле, имя было гораздо проще. Код Моисея — это обычный символ, то, с чем мы имеем дело каждый день. Код Моисея — это ударение. Код Моисея — это ударение? Именно. Не думаю. «Я есмь то, я есмь». С другим ударением. Это не значит, что код Моисея в отсутствии лишнего слова. Код открывается через новый смысловой акцент. «Я есмь то, я есмь». Это имя Бога «Я есмь то, что я есмь» оставалось для меня загадкой много лет. Я узнал о нем от взрослых, когда был еще ребенком. «Я есмь то, что я есмь», так говорил Господь. И я думал, что же это значит «Я есмь то, что я есмь». И вот однажды духовный учитель сказал мне, «Ты можешь изменить свою жизнь за один день. Сегодня в течение часа, идя по улице, отождествляй себя лично со всем, что видишь». Что бы это ни было, трава, другие люди, пьяница, богатый человек на машине, «Кадиллак с водителем за рулем». Что бы ни было, смотри и говори «Я есмь то». Так я и сделал. Шел по улице со знакомой и говорил про себя «Я есмь то, я есмь то, я есмь то». Обо всем, что видел. И когда видел насилие на телеэкране «Я есмь то». И когда видел нечто прекрасное между матерью и дочерью в парке «Я есмь то». Я говорил это и позволял себе отождествиться со всем, что только существует. Знакомая посмотрела на меня и спросила «Что ты делаешь?» Просто говорю «Я есмь то». «Нет, ты не есмь то. Ты — это ты». «Нет, нет, я то. Ты не понимаешь. Я правда то». «Да нет же, ты — это ты. У тебя просто кавардок в голове». Тогда я сказал «Послушай, я есмь то. Я есмь». И тут до меня дошло «О боже». Ты слышал, что я только что сказал? Я сказал «Я есмь то. Я есмь». Великое имя Бога «Я есмь то, что я есмь» неверно понималось с начала времен. А оно всего-навсего простой, очень человеческий способ, который Бог передает глубочайшую истину. «Я есмь то. Я есмь». Этим божественное присутствие говорит «Я есмь то». Куда бы вы ни посмотрели, вы видите меня. Люди говорят, что Бог во всем, действительно, все в Боге. Бог не просто говорит «Я это создал». Бог — это поле, присутствие, которое пребывает везде, во всей своей полноте. Бог говорит «Я есмь то». «Я есмь то». «Я есмь то, человек». «Я есмь то, переживание». «Я есмь то». «Я есмь каждое то, которое только существует». Многие сохраняют представление о Боге, как у пятиклассника. «Я есмь то, что я есмь — это старец, восседающий на небе с длинной седой бородой, в длинных до пола одеждах». Бог создал нас по своему образу, и с тех пор мы пытались отплатить Ему тем же, создать образ Бога по своему человеческому образу. И это «Я есмь то, что я есмь» решает там по своему усмотрению благословить нас за что-то или наказать. Разумеется, Бог не способен завидовать, потому что кроме Него никого нет. Бог бесконечен, вездесущ, всемогущий, всеведущ, так что Богу нечему завидовать. Это было просто примитивное представление, проекция человеческих эмоций на силы, непонятные человеку. И мы проецируем присутствие вовне, вместо того, чтобы вступить в взаимоотношения с этим присутствием внутри себя. Если Бог на самом деле является каждым из нас, это означает, что каждый является воплощением Бога. Если это так, то какие у нас возможности, что мы можем создать? Мы подходим к стене, чтобы присоединиться к тысячам людей и образовать круг вокруг старого города Юрусалима. Но прежде чем обратиться к этой теме, мы исследуем три ключа к переживанию на своем опыте того, что означает быть воплощением Бога, к реальному ощущению этого в своем теле. Мы воспользуемся буквами G-O-D, которые облегчат нам запоминание. Примененные в нашей жизни, эти ключи превратят код Моисея в один из самых сильных инструментов трансформации. Первый ключ к восприятию себя как воплощения Бога — это даяние. Все мы слышали, что лучше отдавать, чем получать. Но так ли это на самом деле? И как мы можем отдавать, если нам самим не хватает? Мистик и святые, такие как Святой Франциск, говорили, «Отдавая, мы получаем». Что это, просто хороший духовный девиз? В действительности, он сводится к одной простой, но довольно необычной идее. То, что мы даем другим, даем миру, мы даем себе. Поэтому, что бы человек не хотел испытать в собственной жизни, ему необходимо отдать это. Конечно же, возникает вопрос, как я могу отдать то, чего у меня нет? Ведь я стремлюсь обрести это именно потому, что у меня этого нет. Но отдавание другим как раз и показывает вам, что это нечто всегда у вас было. Отдел мозга, который называется лимбический мозг, не способен соотноситься ни со временем, ни с объектами, то есть не различает себя и других, и не имеет чувства прошлого, настоящего и будущего. Эта вневременная и безобъектная часть нашего мозга получает то, что я отдаю, ведь она не знает, исходит это нечто от меня или поступает ко мне. Что бы мы ни создавали для других людей, сначала это воспринимается нашим телом. Поэтому, когда мы направляем наши молитвы или мысли, чувства, эмоции, мира тем, кого мы любим, в другие части света или в другие нации, мы сами тоже испытываем мир и исцеление. На этом примере мы в очередной раз убеждаемся, что отдавать на самом деле означает получать. Поэтому, когда вы критикуете других людей, ваш мозг не знает, что вы критикуете их, то есть вы направляете эту критику и на себя. Если кто-то вам не безразличен, и вы заботитесь о нем, этот отдел мозга не знает, куда направлена забота, так что мозг всегда получает все, что вы даете другим людям. У нас практически нет физического контакта. Из-за технологий мы почти не видим друг друга, почти не встречаемся лично, так что этой связи нам тоже не хватает. Вступите в эту связь, отблагодарите человека, дайте ему тоже почувствовать единение, уступите дорогу, и поверьте, поток потечет, и вы будете лучше себя чувствовать. Эту связь мы можем установить только через измерение нашего истинного Я, открывающиеся нам, когда мы отдаем. Поэтому в моей любимой книге сказано, «Больше из вас добудет вам слуга». Слуга — это дающий. Думаю, наша культура неправильно понимает служение, потому что для нас служение ассоциируется с порабощением, со словом «слуга», а это оскорбительно и унизительно для эго. Но есть такое выражение, которое я всегда использую. «Служить — значит править». Осуществление подлинного служения приносит чувство, что ваши энергии и ваши усилия не пропадают впустую. В сентябре 2001 года я был в Нью-Йорке. Я работал над новостями и жил у своего друга, Дугласа. Мы поднялись на крышу многоэтажного жилого дома и увидели разрушение центра мировой торговли. Мы оба одновременно посмотрели друг на друга и сказали, «Надо пойти туда прямо сейчас». Мы бежали буквально против встречного потока людей, спешивших от места событий, в то время как мы стремились к нему. Дуглас работает в СМИ, и его бедж позволял нам проходить за заграждение, которое установила местная полиция. Система поддержки пожарных и спасателей еще не была создана, и возникла острая необходимость очень быстро найти пищу и воду. Мы вместе с несколькими моторизованными полицейскими стали объезжать ближайшие кафе и супермаркеты. И у нас было мясо индейки, лучшие в Нью-Йорке мясо, и так далее. Через некоторое время стало ясно, что еда не нужна, что все спасатели хотят только одного — сэндвичи с арахисовым маслом и джемом. Позже я понял причину. Эта еда успокаивала. Это был район, где провели первую перекличку. Руководитель всех пожарных встал на опрокинутую пожарную машину. Он назвал около 400 имен, и по крайней мере половина этих людей отсутствовала. Тогда пришло осознание. Вокруг бушует множество пожаров, и эти люди не откликнулись, потому что их нет в живых. И они были в здании. И люди вокруг стали ссыпаться, как домино. Они падали на колени, садились на обочины тротуаров. Эти большие, сильные мужчины плакали. Приехали экскаваторы и стали расчищать дорогу для спасательного транспорта. Вся Уолл-стрит была уставлена дорогими автомобилями. Но убрать их с дороги можно было только буквально опрокидывая этими экскаваторами. И они переворачивали их по одному вдоль всей дороги, расчищая путь. Я смотрел на то, как за какие-то секунды эти материальные объекты превращались из красивых автомобилей просто в мусор. Нас было человек 12, мы стояли там и восклицали, «Боже, как они только могут!» Но потом мне стало очень ясно. Это было настолько неважно по сравнению с задачей поиска живых людей в завалах, что весь материальный мир был в тот момент мусором. Он не имел никакого значения. Я оделся в костюм спасателя с респиратором, и он стал моим пропуском в зону ноль, где не было никого, кроме квалифицированных спасателей. Так я туда попал. Обычный человек, не имеющий понятия о спасательных работах. Первым нашли невысокого мужчину в костюме. Его полностью раздавило и обезобразило пожарной машиной. Я стоял, смотрел на него и представлял, как все это должно быть случилось. Скорее всего, он спрятался под тем, что казалось ему самым безопасным, под пожарной машиной. Очевидно, когда посыпались обломки, он заполз под машину и был раздавлен, когда остов здания полностью обрушился. Это был первый отрезляющий момент. Значит, вот зачем мы здесь. Вот с чем нам придется иметь дело. Готов ли я к этому? Но мне даже не нужно было об этом думать. Ответ был «Да». Необходимо понимать, что, осуществляя служение другим, мы на самом деле этого не делаем. То есть, выглядит это так, будто мы его совершаем, служим другим, но истина в том, что служить можно только себе. В мире не происходит ничего, кроме служения себе. Чем больше ты даешь, тем больше получаешь. Но желание отдавать не связано с получением чего-то взамен. Здесь отсутствует рассуждение. Ладно, я отдам, потому что тогда, может быть, что-нибудь получу. Большинство из нас уже не функционирует в этом режиме. Моисей этого не делал. Он просто давал, получал и служил. Нужно давать, как дает Бог. Без ожиданий, не ожидая получить ничего взамен. Просто соединившись с другим человеком, служит самым благородным образом. Благородство — это ваша способность осуществлять служение. Служение чему? Служение любви, служение миру, красоте, Богу, радости. Думаю, когда мы это делаем, когда мы переводим свое внимание со всех своих проблем и обстоятельств на кого-то еще, то сама мысль об этом действии позволяет нам перестать думать о себе и о своих проблемах. Это акт творения. Недавно меня вдохновил мой собственный сын Бо, проходивший бар-митцву. Равин объяснил ему, что митцва заключается в преодолении, в выходе за рамки того, что он делает без труда. Как ты думаешь, с какими трудностями ты столкнулся и преодолел, чтобы совершить большую митцву? Я отдаю все свои деньги. Это всегда трудно. Каким проектом ты будешь заниматься? Я собираю деньги на строительство школы в бедном районе Уганды. Он решил, что построит школу. Целую школу? Да, дом для школы с несколькими комнатами. И пожертвовал на нее все свои деньги. Моисей сделал в точности то же, что делаешь ты. Он вышел из привычных, удобных для него условий, чтобы сделать нечто для людей, отчаянно нуждавшихся в этом. Деревня, где будет реализован проект Бо, называется Чикаир. Разница между ребенком, ходящим в школу, и ребенком, не ходящим в школу, во многих случаях равноценна разница между жизнью и смертью. Здесь написано, Бо, я решила вложить свои деньги в школу. Мы получили деньги от более чем 500 людей. Здорово, сколько ей лет? Всего 12, надо же! Я думаю, это замечательно. Да, знаю, это потрясающе. Они были в восторге, когда поняли, что это ребенок помогает детям. Ну и каково оно быть филантропом? Кто такой филантроп? Это колоссальная возможность не только для детей в Чикаире, но и для детей в США, которые поняли, что они могут сделать больше. Некоторые люди не обладают способностью принимать добро, которое приходит в их жизнь. В конце концов, они становятся мучениками, сжигают себя, потому что они отдают, но никогда не восполняют себя. Что можно сделать через принятие, открываясь присутствию, которое ищет выражение через них? В некоторых парах в процессе терапии улучшение происходит медленно. Такое впечатление, что им так и не удается понять, что бы ни происходило в их взаимоотношениях, им так и не становится лучше. У всех таких пар заблокировано качество принятия. Они не способны вбирать, принимать. Принимать не только любовь, но и комплименты, позитивные утверждения, благодарность. Обладать достаточным смирением для того, чтобы принимать, во-первых, от Бога, от Святого Духа, и затем от окружающих. Я считаю, это одним из самых священных действий, которые мы совершаем. Состояние полной целостности характерно для человека, который отдает легко и щедро. Призвание таких людей отдавать, делиться своим временем, талантами, способностями. В то же время, они сонастроены со знамополагающим порядком бытия, со своим истинным «я» и восприимчивы к протекающему через них потоку. Они способны принимать любовь, способны воспринимать спешки интуиции, мудрость и высшее водительство, способны воспринимать красоту, которая повсюду. Таким образом, возникает полный цикл, в котором отдавание и получение являются единым целым. Большинство из нас слышали высказывания пророков и мудрецов о том, что все мы едины. Но мы смотрим на мир и видим повсюду разделение. Так как же это может быть правдой? Что же получается, что я едины с Джеком Потрошителем и с матерью Терезой? Значит, я един с вами? Это просто идеальные представления, или, может быть, это следующий шаг осознания нами всеми, что мы действительно являемся воплощением Бога? Фундаментальный принцип, присутствующий во всех основных религиях, во всех истинных духовных петях, это духовная идея единства. Идея, что мы едины с жизнью, с божественным присутствием, мы едины друг с другом. Мы встречаем это во всех традициях. Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый. Единое присутствие, единая сила, атман, природа Будды, Христос. Даже в квантовой физике единое поле, единое присутствие, повсюду. Часто кажется, что это не согласуется с физическими фактами, преимущественно потому, что среднестатистический человек видит мир через призму чувства отделенности. Люди воспринимают мир посредством органов чувств. Если ты преимущественно проявляешься как эго, то ты будешь чувствовать страх за свою жизнь, страх, что тебе необходимо получить свое, ты будешь стремиться только получать. Благодаря духовным практикам вы выходите за пределы сферы чувств и вступаете в область, где видите не глазами, а через откровение, что все взаимосвязано. Квантовые физики назвали бы это единым полем, которое не разделено и присутствует везде во всей своей полноте. Это и значит быть пробужденным, признавать «да, я танцую иллюзию разделенности, но я не отделен». Потому что когда человек совершает прорыв, то все, что внешне кажется отдельным, начинает сообща работать на наше благо, потому что на незримом уровне мы сонастроены со всем. В конечном итоге получается, что вы не тратите на работу больше усилий, а наоборот, работа дается вам гораздо легче, потому что вы едины со всей жизнью. Поэтому вы не пытаетесь осуществить что-то на внешнем плане, а стремитесь принять это на незримом уровне. Поэтому единство является основополагающим принципом, опорой силы. Мы едины с Богом, едины с любовью, едины с жизнью, едины со всей существующей силой. Пока мы не будем готовы вместить полноту нашей человечности и нашей божественности, мы никогда не сможем пребывать в единстве. Потому что нас научили говорить «я не такой». Когда мы видим то, что нам не нравится, мы привыкли говорить «я не хочу быть этим». И мы отталкиваем частички себя. Время от времени, кому угодно, в том числе и мне, сложно быть единым с тем или с теми, кто либо не соглашается с нами, либо чьи ценности мы считаем совершенно разрушительными. Сейчас мне трудно иметь дело с теми, кто притворяется. И я понимаю, что мне не нравится эта часть меня, что я всегда ищу способ быть более истинной, реальной, больше открываться, даже как учитель. В конце концов, когда прошло уже больше 40 часов, я впервые пошел немного поспать. Я правда не знаю, сколько прошло времени. Я нашел совершенно пустой жилой дом, вошел в холл, нашел кровать, стряхнул с нее пыль, лёг лицом к спинке этой кровати, свернулся калачиком, укутался. И около получаса во время моего бессонного отдыха я чувствовал, что тот невысокий человек в костюме, первая найденная нами жертва, стоит на коленях за моей спиной. Я видел это очень живо. Он стоял на коленях за моей спиной, с обезображенным лицом, и смотрел мне в затылок. Я чувствовал его дыхание на своей шее, и был достаточно сильно напуган. Я просто лежал там минут 5 или 10, не знаю, и думал, что он делает. Я молчал и спокойно лежал достаточно долго, когда голос, как его назвать, мой внутренний голос сказал очень громко и ясно. «Можно считать это твоим Вьетнамом» или «многоточие». Он не закончил фразу. «Я не знал, что означало «многоточие», но знал, что значит «можно считать это твоим Вьетнамом». Я рос, видя вокруг себя ветеранов Вьетнама, и драму, которую они принесли с собой с войны, и их оживавшие воспоминания. После своего первого ожившего воспоминания из нулевой зоны, я понял, что это может остаться со мной на всю жизнь, и, возможно, осложнить мое будущее. Или... И я знал, что ответ на или был там, снаружи, среди завалов. Я встал, снова оделся, надел респиратор, обошел здание и свернул за угол. Там поставили новый прожектор, и светил очень яркий, белый, сияющий свет. В нем все казалось таким ярким и сияющим, что я был потрясен. Я огляделся, и все эти люди, вообще, все, все мгновенно показалось мне другим. Я стоял со слезами на глазах, и мне казалось, что мир движется, как в замедленной съемке. Я смотрел на проходивших мимо меня людей и видел только, что передо мной проходят духи. Духи работают, духи стоят в цепочках, и мне было настолько ясно, что все взаимосвязано, и что все это — одно большое тело Бога. Все люди отбросили свои эго, свои личности, свои звания, и работали вместе во имя большего блага для всех. И меня настолько воодушевили перспективы, которые откроются нам, если все человечество будет вот так вот работать вместе. Я на самом деле понял, что же такое единство. Зная, что весь мир чувствует разделение, страх и хаос, я стоял и переживал величайшее блаженство и красоту. Помню, у меня возникло желание, чтобы мир увидел эту ситуацию моими глазами. Когда я приняла решение идти по духовному пути, оно было продиктовано стремлением стать хорошей девочкой. Моя сестра все время повторяла, что я злая, эгоистичная, эгоцентричная. Был целый список качеств, которые я не хотела проявлять. Поэтому я стала работать над тем, чтобы стать приятным человеком. Я научилась говорить приятным голосом, научилась отдавать свои вещи, если человек хотел их иметь, и много всего такого. И вот как-то раз я пошла на семинар. Я стояла, все на меня смотрели, и тут прямо посреди семинара одна женщина громко сказала, «Ты стерва!» Я подумала, «Я-то знаю!» Но вот как она об этом узнала? И женщина сказала мне, «Я задам тебе один вопрос, Деппи. Если бы в доме шел ремонт, отставание от графика было шесть недель, а бюджет превышен на 20 тысяч долларов, разве не было бы полезно быть немного стервозным? И вдруг до меня дошло. Я думала, что если я просто избавлюсь от всех своих плохих качеств, которых у меня, поверьте, масса, то стану хорошим человеком. Я не понимала, что каждое мое темное качество несло свои дары». Можно пройтись по списку того, что мы считаем очень отрицательным, и окажется, что это зачастую приводит нас на следующий этап эволюции. Такие, как Джордж Буш, необходимы. Он подтолкнул эволюцию, пробудил движение за мир. Отдельные группы мирного движения не контактировали друг с другом в 60-х годах. Тут пришел Буш с военной этикой опережающих ударов, и эти группы вступили в диалог друг с другом. Таким образом, Буш оказался позитивной силой для развития положительных явлений на планете. «Понимаете, если я хочу расти и развиваться духовно, мне нужно перестать проецировать свои качества на других и принять их как часть себя». «Нам необходимо любить человечество, любить себя и научиться любить то, о чем наше эго и элементальное восприятие говорит. Я не могу это любить». «Я притворщица-стерва, и как же мне полюбить себя, такую стервозную притворщицу?» «Обратись внутрь себя и все равно прими это». И даже теперь это слово в моем рассказе, наверное, заглушат, потому что мысли о том, что кто-то, возможно, и сам стервозный притворщик, для него невыносимы. Поэтому меня надо заглушить, и все должны сохранять свое лицо, будто мы не такие. Во время таких разговоров люди в замешательстве говорят, «Я не убийца» или «Я не насильник». Я бы ответила так. Выясните для себя, каким человеком вы представляете себе убийца. Каким человеком вы видите насильника? Именно такие вопросы нужно задавать себе. Ведь насильником, возможно, является человек, которому причинили боль, либо которому плохо. Но в каждом из нас есть часть, которую причинили боль или которой плохо, и в каждом есть искажение. И хотя каждый из нас хотел бы соответствовать идеалам эго и быть совершенным человеком, никто не совершенен. Каждый несет в себе все, что только существует. Очень важно суметь открыть свое сердце и проявиться страдания к той части себя, которая могла бы совершить убийство. Откуда нам знать, способны мы на такое или нет? Особенно те, кто смотрит этот фильм. Но, может быть, при соответствующем стечении обстоятельств, все мы способны на все, что угодно, на самое прекрасное, великолепное проявление величия и на то, что мы сочли бы самыми ужасными преступлениями против человечества. Когда мы принимаем себя целиком и полностью, сознавая, что мы одновременные человеческие и божественные существа, тогда как по волшебству вдруг проявляется целостный человек, и вы чувствуете единство. Я был женат на женщине, которая во многом была воплощением того, о чем мы говорим. Линда всегда была источником вдохновения для меня, и я это знаю для многих других людей, благодаря своей доброте и красоте. Мы с дочерью гостили у родственников в Миннесоте, и однажды утром узнали, что в квартиру Линды ворвались двое мужчин и убили ее. Злость, тоска и глубокая печаль нахлынули на меня. Мы с дочерью и еще несколькими людьми говорили и плакали. Был уже поздний вечер, мой мобильный телефон пищал, потому что у него качался заряд, и я нажал кнопку, чтобы отключить его, но такое было у меня в первый раз, телефон не отключился. Вместо этого на весь дисплей открылась единственная фотография Линды, которая была у меня в телефоне, и застыла, и мы почувствовали глубочайшую связь Линды с нами. В то мгновение я почувствовал глубинное изменение во мне, даже в моем отношении к тем, кто ее убил. Снова и снова я испытывал всепоглощающее чувство связи, сострадания к этим людям, с которыми должно было произойти что-то ужасное, чтобы они смогли совершить это жуткое преступление в отношении женщины, столь любимой и оберегаемой всеми, кто ее знал. Я написал песню и исполнил ее на похоронах. Песня помогла моему самоисцелению. В то же время я представлял, что бы сказала Линда с той стороны завесы, если бы могла поговорить с нами здесь о единстве. Линда с той стороны завесы, Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас есть духовная практика, то когда приходит озарение, они становятся частью вашего образа жизни. Они не выубивают вас из колеи, не превращаются в приятные воспоминания о прекрасных мгновениях вашей жизни. Они становятся частью вашего существа. И это удивительное чувство единства, единение становится реальнее, чем что бы то ни было. Если у вас предназначение, Моисей считал, что его предназначение вывести израильтян из Египта в землю обетованную. С другой стороны, Форест Гамб говорил, что жизнь, как коробка шоколадных конфет, никогда не знаешь, с какой начинкой тебе достанется. Попытка охватить такую масштабную идею может оказаться страшноватой, но, может быть, все же стоит это сделать, поскольку последним ключом к ощущению себя воплощением Бога является открытие своего глубочайшего устремления и цели своей жизни. Зов нашего предназначения звучит постоянно. Внутри нас всегда присутствует нечто, что стремится осознать себя нами. И это — следующая стадия нашей эволюции. Внутри каждого есть нечто, что необходимо выразить. Так что Моисей представляет вас и меня, обычного человека, с которым в обычный день произошло нечто невероятное. Моисей поднимается на гору, и там происходит его встреча с присутствием, который являет себя как пламя, объявшее куст, но не сжигающее его. Это означает, что источник присутствия находится не в материальной сфере, и само присутствие исходит из Божественного и Вечного. Моисей не вполне представляет, что с этим делать, так же, как вы или я не знали бы этого в такой ситуации. Но что-то внутри Моисея знает, что это полностью преобразит его жизнь. Я считаю себя достаточно духовным человеком, но если бы сегодня тут передо мной загорелся куст, я бы недолго, думая, пошла за огнетушитель. Куст пылает всегда. Несколько лет назад мне представилось возможность провести время с очень сильным шаманом в Африке. Мы шли ночью, я спотыкался, а мои спутники шли под джунглем, словно при свете дня. Мы вышли на поляну, и у меня было очень сильное переживание, после которого все вокруг стало светиться. Все было окутано сиянием, и будто горело. Горели листья, горела земля, все светилось. И я понял, что те люди, которые вели меня через джунгли, видели все именно так. Они легко видели в темноте, потому что были способны видеть свечение всей природы. В тот момент у меня тоже открылось это духовное ночное видение, благодаря которому я видел, что все объято пламенем Божественного Духа. И я подумал о Моисею, видевшем неопалимую купину. В тот момент он был в измененном состоянии сознания, и ясно видел, что Бог везде, и что все пылает этим огнем, этой силой и присутствием. Это был особый день для Моисея. Когда Моисей обращается к купине, к этому пламени, к присутствию с вопросом «Кто ты?», он слышит «Я есмь то, что я есмь». Мы не знаем, происходит ли этот разговор вслух, или слова вездесущего, знающего, звучат прямо в сердце Моисея. Так или иначе, во время этого общения передается некое послание. Послание гласит, тебе необходимо совершить путешествие. Джозеф Кэмпбелл назвал его позже «путешествием героя». Каждому из нас необходимо совершить путешествие, которое приведет нас от нашего узкого временного эгоистического взгляда или самости к пониманию, которое присуще цельному реализованному человеку, осознавшему свое предназначение. Это путешествие и есть путешествие Моисея. Моисея не считал себя достойным, и это смирение вместе с готовностью создали пространство для проявления Бога, поскольку Моисей не создавал препятствий для Бога своим эго. Оставшаяся часть истории — это одновременно и исторические события, и мета-история, история о вас и обо мне. И все персонажи этой истории представляют собой некую часть нас самих. Итак, Моисею говорят пойти и освободить рабов, после чего он должен отвезти их в землю обетованную или к реализации, в страну из меда и молока. Моисей сомневается в том, что он в состоянии это сделать. Он заика, не может как следует говорить и думать, «Да кто я такой, чтобы это осуществить?» Мы с вами чувствуем себя точно так же, думая о мечте, идее или призвании, когда что-то зовет нас действовать, сделать что-то для своего сообщества или для мира, или для своей семьи, сделать что-то. И мы сразу думаем, «Ой, я не смогу, я не обладаю тем, что необходимо для этого, я не справлюсь». Думаю, каждому нужно усвоить тот факт, что каждый из нас имеет свое предназначение. В каждом звучит зов, и каждому в настоящий момент чего-то недостает, чтобы осуществить это предназначение. Мы дорастаем до того, чтобы его осуществить, когда говорим ему «Да». Есть такое высказывание, «Бог не призывает подготовленных, Бог подготавливает призванных». То есть, когда мы отвлекаемся на этот зов, присутствие готовит нас к его осуществлению. Так было со мной. Я не обладал всем нужными навыками и средствами. У меня не было денег, не было пространства, ничего не было. Но Бог подготовил меня благодаря моему согласию. Появились ресурсы, появились здания, появились люди, которые поддержали мое видение, и потом изменился я. Я вырос. Тот ли человек сидит сейчас перед вами, который когда-то ответил «Да»? Тот ли человек сидит сейчас перед вами, который когда-то ответил «Да»? Человек, сидящий перед вами, говорит «Да» следующему этапу осуществления видения. Но уже не он озвучит и осуществит следующую часть видения. Мы постоянно развиваемся, растем и раскрываемся, прилагая к этому свои таланты, готовность и силы, и говорят «Да, я готов, да». Итак, Моисей соглашается отправиться в путь, и это та часть нас, которая соглашается с нашей судьбой, с нашим предназначением, когда мы открываем его для себя, после чего, конечно, происходит встреча с фараоном, не столько с историческим фараоном, сколько с личным, а личный фараон — это наш интеллект, часть нас, которая заключила соглашение с таким царством нашей жизни, каким мы его знаем, сложившимся и привычно удобным. И тут заявляет о себе другая часть нас, которая хочет проявиться, хочет выполнить свою задачу, тогда внутри происходит спор о том, что «нет, я не осилию эту перемену». В конце концов, в этой истории, истории и вашей, и моей, в этом путешествии героя нарастают неприятности, ситуация становится жестче, обстоятельства усложняются все больше. В конце концов, фараон в отчаянии говорит «хорошо, будь по-твоему, бери людей и уходи». Мне кажется очень интересным, что у Моисея было нарушение речи. Неизвестно, какое именно, но возникает вопрос, почему Бог избрал человека с нарушением речи? Скажем, заивку, чтобы привести 400, 4000 или сколько угодно непослушных израильтян к новому укладу жизни. И вот они все между собой перессорились, а Моисей со своим нарушением речи... Что это? У Бога такое чувство юмора? Почему же Он выбрал Моисея? Одна из причин того, что Бог избрал Моисея, это его смирение. Часто люди, которым, казалось бы, чего-то не хватает внутри, становятся прекрасными сосудами, замечательными инструментами, через которые проявляется сила Бога, потому что поток не находит никаких препятствий для проявления через них. Слишком часто мы думаем о своих недостатках, ограничениях, и считаем, что Бог не может нас использовать. Но Бог находит применение и вам, и вашим ограничениям, чтобы привести кого-то другого в новое место, к новому образу жизни. И так море наступается, и начинается новое путешествие. Они проводят 40 лет в пустыне. Так написано в Библии. И во многих мистических традициях 40 означает время, необходимое для трансформации. Ной переживает 40 дней потопа, Иисус проводит 40 дней на даре искушения, а Моисей проводит 40 лет в пустыне. Это период времени, требуемый, чтобы произошла трансформация. И для кого-то из нас 40-й момент наступил сейчас, в эту минуту. Смотря сейчас этот фильм, мы понимаем, что до настоящего момента наша жизнь не соответствовала цели, для которой мы сюда призваны. Думаю, нам полезно понимать, для чего душа пришла в тело. Душа приходит в воплощение для того, чтобы иметь возможность выразить в физическом мире свою истинную суть, чтобы познать себя на собственном опыте. Страх заключается в том, что отождествив я есмь то, что я есмь, с я есмь то, что я есмь, мы тем самым будем притворяться или играть роль. Но что, если как раз наоборот? Что, если говоря я есмь, возможность для я есмь то, что я есмь, проявить сегодня божественную любовь к ребенку, которого я обучаю, или к пожилому человеку, которому я помогаю нести покупки, или к человеку, который испытывает боль, и которому я звоню и утешаю его? Что, если мы просто допустим, если мы себе разрешим, и наше я есмь то, что я есмь, возможно, проявить через себя я есмь то, что я есмь, то есть Бога, присутствие, саму силу жизни и послужит во благо, прямо здесь, на планете Земля. Но здесь нужно быть внимательны, потому что если эго начнет думать, что оно Бог, оно просто станет высокомерным, жадным, оно полностью завладеет нами, а это не самая лучшая перспектива. Для того, чтобы быть всем сущим, нам необходимо полагаться на свою душу, на свою суть. Сложность состоит в том, что мы представляем собой конгломерат разных «я», появившихся по разным причинам. Мы отцы, матери, братья, сестры, начальники, подчиненные, этих «я» множество, и каждая из них стремится протянуть к себе энергию, чтобы выжить. Но есть и центральное «я», присутствие «я» есмь, которое несравнимо со всеми остальными нашими лицами, несопоставимо ни с чем другим. Это образ и подобие Бога, уникальная конфигурация бесконечного потенциала, бесконечная возможность. И это центральное внутреннее «я» обращается к нам, называет наше истинное имя, зовет к величию, призывает к большей степени быть самим собой. Помните, что это все же тихий голос, и чтобы услышать его, нужно достичь внутренней тишины. Через некоторое время, благодаря духовной практике молитвы, погружении в себя, медитации, вы сможете услышать либо один из голосов вереницы, сменяющих друг друга «я», либо истинный голос вашей души, который хочет вашего величия. А величие — это ваша способность и готовность осуществлять служение. Когда нам уже не нужно бороться за выживание, не нужно думать обо всех мелочах, то душа хочет только одного — внести свой вклад, отдавать человечеству. Что я могу сделать? Вы можете сделать невероятно много. Прямо на кончиках ваших пальцев целый мир, который вы можете сотворить. Он воспламеняется, вдохновляется, охватывается и удивительным образом воспринимается в то мгновение, когда вы решаете осуществлять служение. Служение не просто миру, а миру, сотворенному вами самими. Когда внутри вас начинает звучать голос, негромкий, тихий голос, он зовет вас на более высокую степень служения, призывая больше служить человечеству, вашей семье, всем, с кем вы вступаете в контакт. Это один из признаков, по которому можно узнать этот голос. Зовет ли он вас осуществлять служение или просто заботиться о себе? Если он призывает просто заботиться о себе, то, возможно, это голос вашего эго. Часто у нас возникает вопрос, как отличить мою волю и волю Бога? А у меня есть воля? Что мне делать со своей волей? Я понимаю это так. Где находится Бог? Иисус говорил, что Царство Божие внутри нас. Таким образом, в нас есть фараон, интеллектуальная часть нас, которая используется при известных обстоятельствах, и есть правительская часть, у которой есть предназначение, есть призвание совершить нечто благо. И приведя фараона в согласие с сердцем, мы согласуем свою волю с божественной волей. Совершая акт творения, мы подражаем Творцу, и в результате этого чувствуем благость, чувствуем любовь, расширение. Ваша душа нуждается во внутреннем умиротворении, в удовлетворенности, любви, творческом выражении и, конечно же, в связи с Богом. Благодаря этому всему вы чувствуете себя хорошо. На самом деле вы подключены, и будете знать, что вы на своем пути по бодрости и приливу сил. Я есть не то, что я есть. Для вас естественно состояние присутствия и стремление дать миру величайший дар, на который вы только способны. Понимание этого и жизнь в соответствии с этим и есть путешествие. Курс чудес называет его восьмидюймовым путешествием из головы в сердце. В это мгновение, когда я стоял и смотрел на нулевую зону и на весь хаос, который там царил, мне открылось мое предназначение. Все мои эгоистичные попытки получить то, что мне нужно, и быть в жизни там, где мне нужно, казались смешными. Я знал, что с того мгновения моя жизнь будет посвящена всем нам. Она будет посвящена сообществу. Сердце мое было переполнено мыслью о том, на что мы были бы способны, если бы все работали, исходя из этого. Поскольку я знаю, что это возможно, вся моя жизнь теперь посвящена воссозданию такого сообщества. Эта цель служит катализатором моего желания создать кинофестиваль «Воспари», который, если разобраться, является просто сообществом людей, постигших единство, о котором я говорю. Можем ли мы дать людям почувствовать, что мы гораздо больше, чем о себе думаем, чтобы мы могли ощутить единство такой силы, потому что в жизни нет ничего прекраснее этого переживания, нет ничего более величественного. Царство Божие — это безусловная любовь. Царство Божие — это умиротворение ума. Царство Божие — это радость в моей душе. Я сказала «Да». Лучше я буду стремиться ко всему этому. Тогда мне не нужно беспокоиться о получении чего бы то ни было, о том, чтобы быть с кем бы то ни было, чтобы делать что бы то ни было особенное. Лучше я буду стремиться к безусловной любви, в первую очередь к себе, чтобы потом распространить ее на всех остальных. Лучше я буду стремиться к умиротворению ума, чтобы не беспокоиться о том, что может произойти, что могло бы случиться, чтобы я просто ощущала присутствие, свое я есть, проявление Бога в настоящем мгновении Лучше я буду стремиться к этому, пусть это пропитает и наполнит все грани моей жизни Это и есть царство, до такой степени, что к нам приходят знания, кто мы есть, знания того, что моя истинная суть, это и твоя истинная суть Это и есть царство, это и есть связь между всеми нами И когда мы подходим к этому в вашей жизни, в вашей повседневности начинают проявляться признаки этого И когда я действительно поняла, что такое царство, я сказала, о да, о да, я хочу к этому стремиться Как это ни парадоксально, но в тот момент, когда мир был погружен в хаос, смятение и страх, я стоял и ощущал свое первое истинное единение с Богом Через даяние и служение, свидетелем которого я был Я почувствовал единство, единение, сильнее которого я не испытывал В нем мне открылось мое предназначение Теперь, когда мы понимаем три ключа к восприятию себя как воплощения Бога, пришло время посмотреть, что же мы можем сотворить, воспринимая себя так Если произнесение и воплощение «Я есмь» то, «Я есмь» действительно может открыть в нас силу Бога, то возникает следующий вопрос Насколько можно распространить эту силу? Можем ли мы двигать горы и творить чудеса, как Иисус и Моисей? Что это? Просто фантастические идеи? Или мы на самом деле способны изменить мир? Я — это на самом деле движущая сила творения Вселенной И когда вы добавляете к нему «есть», возникает движение творческой силы Вселенной Поэтому каждый раз, когда вы говорите «Я есмь», вы создаете движение Я представляю это так Мы говорим «Я разорен», да, и остаетесь таким Я одинок, да, и остаетесь такой Но если начать использовать творческую силу и энергию имени «Я» и движение «Есть» И говорить «Я целостна», «Я святой», «Я совершенная», «Я красивая», «Я великолепна», «Я богат», «Я есмь» Тогда энергия начинает двигаться в нашей жизни, и мы перевоспитываем свою душу Только это и нужно было сделать Моисею, привнести единство, творческую энергию Бога и приложить к ней действия У фараона на самом деле не было другого выбора, кроме как уступить Он понял, с чем имел дело При помощи присутствия «Я есмь» ему удалось воодушевить целую нацию, открытием, кто они есть на самом деле и чьи они на самом деле Существует способ активировать эту созидательную энергию через ежедневную практику одного процесса Замечательно в этом процессе то, что его можно применять практически к любой сфере нашей жизни А запомнить его можно при помощи пяти простых слов Угадайте, что это за слова? Меняется тонко то, на чем вы сосредотачиваетесь при их произнесении На первом этапе вы представляете, кем вы хотите быть или что вы хотите делать или не иметь Убедитесь в том, что это что-то важное Второй этап — повторить слова «Я есмь то», «Я есмь» И разрешите себе раскрыться в этой новой возможности Итак, если мы хотим жить по-новому, нам необходимо говорить и повторять это снова и снова Повторяя, мы кодируем повторяемое в своем сознании Третий этап очень прост Вы уже выполняете его Он заключается в дыхании Управляемое дыхание центрирует, наполняет энергией и усиливает действие Один из способов заключается в том, чтобы на выдохе говорить «Я есмь то», а на вдохе думать или говорить «Я есмь» Вот так «Я есмь то» «Я есмь то» Эта простая практика проецирует в мир то, что вы чувствуете или представляете, благодаря чему вы можете пережить это в реальной жизни Мне нравится еще один способ поддержки людей в этой практике Сосредоточение на качествах, которые вас вдохновляют Качествах, которыми вы хотели бы обладать Представьте себе человека, который ими обладает Может быть, вы с ним знакомы, а может быть, читали о нем В своем сознании представьте себе их очень близко перед собой А потом закройте глаза и повторяйте «Я есмь то», «Я есмь» Разрешая себе впитать, закодировать в себе эту картину, этот образ жизни, эти качества Я есмь радость, которую я хочу ощущать Я есмь мир, который я хочу чувствовать Я есмь красота, которую я хочу проявлять Я есмь изобилие, которое я хочу реализовать Благодаря силе этого утверждения и потоку энергии, все это проявляется как сама ваша жизнь Когда мы говорим о проявлении или о получении вещей Мы ходим в две машины, три дома У вас одна попа, зачем вам четыре машины? То же самое можно сказать об обуви У меня две ноги и восемьдесят пар обуви Но речь идет о манне для моей души И манифестация вещей — это не то же самое, что манна небесная Божественное присутствие, удовлетворяющее все ваши потребности Есть люди, которые находятся во власти эго и стремятся получать Они используют принцип накопительства, чтобы получать вещи И у них горо вещи Но внутренние — это очень бедные люди У них может быть много вещей, но они просто бедные люди с большим количеством вещей Продвинутые ученики понимают, что эффективны как раз противоположные Не стремиться притянуть что-то к себе, а стремиться привнести что-то через себя Многие говорят, я просто не знаю, кто я Они не знают свою душу, они не знают свою душу Ну хорошо, люди думают, что можно добиться и получить машину, работу, хорошие взаимоотношения, деньги Они получают это все и приобретают больше власти Но продолжают говорить себе, я все равно чувствую пустоту, чего мне не хватает Они забыли о душе А ведь именно этого мы и хотим Мы хотим, чтобы милосердие, возвышенность, божественное присутствие Наполнили нас настолько, чтобы это было невыразимо Потому что если мы можем описать, назвать это, мы постараемся это исправить, изменить Поэтому мы хотим просто быть И в этой бытийности нам дается мана Проявление божественного присутствия И дело не в машине или доме Дело в присутствии Бога Истинно воплощать божественное присутствие означает не просто быть святым или обладать вертикальной связью с божественным, быть что называется мистиком или просветленным Для этого нужно также полностью быть в своем теле и полностью проявлять свою чувственность и сексуальность и действительно сочетать и сплавлять все эти энергии Бог есть любовь, любовь это Бог, значит вы есть Бог, вы есть любовь, и когда вы используете энергию любви, Бог всегда говорит да, Он проявит то, чего вы хотите Значит, если вы можете внутри себя получить доступ к этому чувству единства или к энергии целостности, которую Иисус называет Царством Небесным То вы можете также начать воспринимать ее повсюду в окружающем мире Но если мы полагаем, что ищем что-то помимо Царства Божьего То поскольку мы обладаем колоссальной силой, мы создадим в своей иллюзии то, что не будет принадлежать Небесам, о которых мы мечтаем То есть создадим для себя ад на земле Моисей так и не дошел до земли обетованной И Кот так и не был принесен туда С тех пор Израиль живет в постоянном конфликте Миллионы людей лишились жизни из-за ложного толкования имени Бога Религиозные группы веками воевали, как это ни нелепо, во имя Бога Тысячи людей всех рас и религий летят сюда со всех уголков мира Вооружившись мощным намерением наконец-то принести мир в святую землю Буквально обняв старый город в Юрусалиме Во время объятия и до него нам с вами важно сохранять чистое намерение И быть расслабленными Я сейчас иду к стене Мы присоединимся к тысячам других людей И встанем в круг вокруг старого города Юрусалима Растяните линию Мы стоим перед стеной Итак, на выдохе говорите Я есмь то Что означает Я есмь мир в Юрусалиме Ощущайте, что этот город излучает мир Я есмь то 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 Субтитры делал DimaTorzok Три с половиной тысячи лет спустя путешествие Моисея завершено, и истинное значение имени Бога принесено в Святую Землю. Все началось с разговора и продолжается сегодня через каждого из нас. Теперь дверь открыта, и решение войти в новый мир за нами. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok